Наш организм как инструмент музыкальный. Я всегда прислушиваюсь к его игре внутренней. Всегда чётко реагирую на какие-то отклонения. Вот, например, если мне хочется днём спать, не уступает в апатия, постоянно хочется спать, чувствую, что покидают силы, это значит, что он уступает, подкрадывается авитаминоз. И по китайскому календарю осень начинается в августе, а весна – в феврале. И вот в августе мы уже должны готовиться к зимнему периоду. То есть это железо должно быть в полном порядке, А, Е, витамины, В. И тогда, к ноябрю, к декабрю, у нас не будет такого настроения, апатии, депрессии. То же самое касается весны. Начинать нужно готовиться, профилактические меры принимать, особенно генетическим заболеваниям, хроническим заболеваниям. В феврале месяце уже нужно начинать готовиться, чтобы где-то к апрелю не быть, опять-таки, разбитым. Так сказать, ну, обычно люди чувствуют себя не очень хорошо в апреле. Это чётко выраженные природные циклы, которые нужно учитывать. И поэтому я, например, начинаю готовиться в августе месяце. Несмотря на то, что кажется, что везде фрукты, овощи, я уже понимаю, что через 2-3 месяца организм будет давать сбой. Что касается зимней, осенней депрессии, я знаю несколько упражнений, которые я показываю людям, когда занимаюсь с ними йогой, в йога-классах. Это наработка солнечной энергии, позитивной солнечной энергии, ну, потому что солнце даёт нам всё. Солнце – это жизнь, солнце – это самое главное. Все позитивные эмоции, серотонин мы получаем только благодаря солнечной энергии. И вот в нашем регионе её резко не хватает. Поэтому можно добывать её другими путями. Через продукты, через ароматерапию. Вот, например, эвкалиптовое масло способствует, если вы будете делать ароматерапию в комнате, сейчас продаются очень хорошие приборы, которые дисперсную пыль, такую масляную, распространяют. Допустим, через какие-то добавочки в виде красного перца. Либо упражнения, дыхательные упражнения, которые из древности к нам пришли. И они очень хорошо стимулируют солнечную энергию и уравновешивают наше настроение. То есть они его делают ровным и позитивным.